Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. И так уж получилось, что в сегодняшнем выпуске будет очень много информации о Mercedes. Итак, поехали! Брабус прокачал обновленный Mercedes S63 AMG. Обновленный Mercedes E63 засветился с минимальным количеством камуфляжа. Mercedes хочет стать быстрейшим на Нюрнбургринге, или для чего нужен AMG GTR Black Series. Брабус прокачал обновленный Mercedes S63 AMG. Пока все ждут выхода нового поколения премиального седана, в компании решили напомнить о том, что нынешнюю эску еще рано списывать со счетов. И даже спустя 7 лет автомобиль смотрится шикарно. И в подтверждении своих слов ребята решили порадовать фанатов марки свежим проектом Брабус 800. Конечно же, речь идет о очень обеспеченных фанатах. Итак, что же нам предлагают немецкие тюнеры? Под капотом располагается 4-литровый V8 с двумя модифицированными турбонагнетателями от Брабус с увеличенным давлением надува до 1,6 бара. В паре с фирменным программным обеспечением силовой агрегат выдает 800 сил и 1000 ньютон-метров крутящего момента. В компании уверяют, что с такими показателями вы с легкостью сможете ускориться до первой сотни за 3,1 секунды. А спустя какое-то время автомобиль упрется в ограничитель на отметке в 300 км в час. Для премиального седана показатели просто шикарные, но Брабус – это не только технические улучшения. В компании предлагают огромный выбор всевозможной внешней и внутренней атрибутики, чтобы все без исключения знали, что у вас не обычный S-класс, а его величество Брабус. Для этих целей в компании могут установить карбоновый обвес с новым передним бампером и задним диффузором. Небольшой спойлер на крышке багажника и накладки на передние крылья. А дополняют картину фирменные колесные диски. На выбор доступен как 19-й, так и 21-й вариант. Чуть не забыл про самое главное – это шильдики. Ими можно окропить практически любую часть автомобиля, в том числе и салон, который предлагается с различными вариантами кожи. Чтобы вы понимали, кожи здесь можно обшить практически все, вплоть до багажного отсека. А кому такая эстетика не очень-то и нужна, в компании могут украсить потолок звездным небом, как у Rolls-Royce, и установить фирменное рулевое колесо. И, конечно же, на нем будет шильдик Брабус, как и на фирменных ковриках. Самое любопытное, что именно эта вся дополнительная атрибутика прилично так прибавляет в цене. Причем настолько, что в компании решили скрыть ценники на своем сайте, дабы не сломать психику еще не окрепшего организма нашего человека. Но можете быть уверены, Брабус обойдется в 2-3 раза дороже стокового Mercedes. Компания Mercedes совсем недавно представила обновленный E-класс. Кому-то он понравился, а кому-то нет. Но давайте будем честными, сейчас это мало кого волнует. Всех больше интересует, как будет выглядеть обновленный E63 AMG и сможет ли он навалять BMW M5. Если на второй вопрос ответ можно получить лишь при прямом сравнении, то внешность обновленного E63 можно оценить уже сейчас, благодаря этим фотографиям, где автомобиль запечатлен с минимальным количеством камуфляжа. Правда, стоит учесть, что это универсал, и задняя часть у седана будет оформлена немного иначе. Зато спереди оба варианта идентичны. По слухам, обновленный E-класс получит точно такую же силовую установку, как у новых Mercedes GLS и GLE 63. Напомню, что это 4-литровый V8, который отныне комплектуется 48-вольтовым стартер-генератором. А вот какая отдача будет у новинки, увы, пока неизвестно. Кто-то говорит, что все останется на прежнем уровне, а некоторые источники внутри компании уверяют, что обновленный E63 получит отдачу, как у четырехдверного GT 63, а это на минуточку 639 лошадиных сил. Карткорный Mercedes-AMG GTR Black Series был замечен на Нюрбургринге. О том, что это именно версия Black Series, свидетельствует огромное антикрыло, которое станет частью нового аэродинамического оперения, призванного оптимизировать воздушные потоки автомобиля. И это еще раз говорит о том, что новинка будет максимально заточена под трек. Кроме этого, флагманская модель сможет похвастаться еще и очень серьезной мощностью. Если верить изданию Double Apex, автомобиль получит серьезно модифицированный 4-литровый V8 с отдачей в 711 сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до первой сотни будет занимать менее трех секунд, а максимальная скорость составит 320 км в час. К тому же глава Mercedes-AMG Тобиас Мойерс на недавней пресс-конференции случайно, а может и не случайно сообщил, что Black Series попробует побить рекорд Aventador SVJ и стать быстрейшим автомобилем на Нюрбургринге среди гражданских моделей. Видимо, это одна из главных задач будущего купе. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания, так как завтра выйдет новое видео, в котором вы узнаете еще что-то интересное. А чтобы не пропустить наши выпуски, подписывайтесь на канал. Вам не тяжело, а нам приятно. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok